Добрый день, дорогие друзья! Задание номер три из ОГЭ по русскому языку является действительно очень сложным, потому что вам даются предложения какие-то. И внимательно прочитаем формулировку задания, которое перед нами. Расставьте знаки припинания, укажите цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. Иными словами, предложения могут быть не только запятые, там могут быть пропущены двоеточие на месте каких-то цифр, тире, ну или, соответственно, запятые. Вам нужно расставить знаки припинания, и при том задание посвящено не одному какому-то правилу, а сразу же всем подряд, самым разным. И, естественно, очень сложно провести синтаксический анализ предложения, поэтому для того, чтобы провести его качественно, нужно разобрать отдельно самые важные темы. И начнем мы с вами с обособленных или не обособленных второстепенных членов предложения. Если мы прочитаем предложенное предложение, вот которое прямо сейчас перед нами, на картине Левитана «Осенний день в Сокольниках» изображена молодая женщина в черном, идущая дорожкой парка по вороху опавшей листвы. Точка. Ну, дальше мы пока читать с вами не будем. Что мы видим уже в этом предложении? Мы видим цифру 1, где нам запятая не нужна. Вы должны понимать, что во многих цифрах вам знаки вообще не понадобятся. Они будут расставлены там, чтобы вас как-то смутить. И вы должны отвечать себе в первую очередь на вопрос не «почему я не должен поставить запятую», а «почему я должен поставить запятую?» Вот. То есть вы не должны ставить их только интонационно. Вы должны всегда руководствоваться правилами. И в цифре 1 нам не нужна запятая вообще ни в коем случае, потому что она не выделяет никакого оборота вводного, не разделяет разные основы или однородные и так далее. А вот в цифре 2 мы запятую поставим, потому что у нас есть главное слово «женщина». Вот оно. И у нас есть какая женщина? «Идущая дорожка и парха по вороху опавшей листвы». Это причастный оборот. Слово «идущая» – это причастие. По суффиксу «уч» мы это поняли. Причастный оборот стоит после главного слова. Мы в двоечке запятую поставили. Вот так. Там, конечно, встретятся и другие правила, но во многих заданиях на запятые нам встречается обособленный второстепенный членопредложение. Давайте же разберем теорию по этой теме. Итак, во-первых, нас будут в первую очередь интересовать причастные и депричастные обороты. Как с ними работать? Во-первых, вам нужно найти причастие и депричастие, чтобы понять, что какие-то правила с ними связанные сейчас будут актуальны. Во-вторых, всегда нужно понять, от каких слов зависит причастие и депричастие. Это самое важное. Сейчас мы это тоже обсудим. Затем тоже полезно определить границы оборотов, потому что иногда вам могут поставить цифры такие, которые будут стоять внутри оборота. То есть вас попытаются смутить и предложат вам поставить, допустим, закрыть оборот, поставить знак раньше, чем это нужно. Вот поэтому задаем вопросы, целиком читаем оборот и понимаем, где его границы. Ну и потом самое важное, не забывайте, существуют однородные обороты. Если у нас есть одно главное слово и от него зависит два оборота, между ними стоит союз и, то мы эти обороты разделять знаками не будем. Что ж, давайте начнем с причастий. Во-первых, вам, конечно же, чтобы находить причастные обороты, нужно уметь находить причастие. Первое, что важно знать, причастие, оно похоже на прилагательное. Оно отвечает на вопрос «какой?». Помимо этого, оно отвечает на вопрос «что делающий?», «что делавший?», «что сделавший?». Можно даже задать вопрос «что сделанный?». Но причастие проще всего, в принципе, не только по вопросу находить, а в первую очередь по суффиксам. Давайте вспомним, какие суффиксы. Я надеюсь, что изучая тему суффиксы причастий и окончания глаголов для задания номер 5, а вы изучали ее совсем недавно на нашем курсе, вы уже суффиксы немножечко подучили. Повторим их. Итого, суффиксы «ащ», «ящ», «ущ», «ющ» – это для действительных причастий настоящего времени. Какой? «клеящий», да, он что делает? «клеит». Значит, он какой? «клеящий». Или же «думающий». Он что делает? «думает». Видите, причастие – это признак по действию. Если кто-то что-то делал, то он «какой-то». Суффиксы «вышейшее» – это уже для действительных причастий прошедшего времени. «Думавший», «нёсший», «искавший» и так далее. Теперь страдательные причастия. Это такие причастия, которые подразумевают, что кто-то или что-то не самостоятельно действие выполняет, а над ним действие выполняется. Ну, например, «читаемый» – он не сам читает. Суффикс «ем». «Гонимый» – его гонят. Да, действие над ним совершается. Суффикс «им». Ну и, конечно же, суффиксы «енана», «нн» и «т». Это суффиксы страдательных причастий прошедшего времени. Построенный, прочитанный, покрытый и так далее. В общем, если вы по суффиксам причастия научитесь находить, еще грамотно задавать к ним вопрос, и желательно всегда представить, от какого глагола причастие было образовано. В общем, тогда у вас проблем никаких не будет. Теперь вспомним о диепричастиях. Важное. Диепричастие отвечает на вопрос «что делая?», «что сделав?» или «как?». Они бывают совершенного и несовершенного вида. От этого и зависит вопрос. Диепричастие обозначает всегда добавочное действие к главному. Главное действие заявлено в глаголе, в сказуемом. А диепричастие – это дополнительное действие. Есть диепричастие несовершенного вида, и у них суффиксы «а» и «я». Диепричастие по суффиксам как раз находить не очень удобно, потому что некоторые у них суффиксы похожи на какие-то окончания, другие суффиксы у них похожи на суффиксы причастий. В общем, к ним надо задавать вопрос. Есть суффиксы «в», «вши», «ши». Это для диепричастий совершенного вида. Ну и добавочные такие дополнительные суффиксы «учи», «ючи». Не очень актуальны в современной речи, но все же. Посмотрим на примеры. «Работая?», «что делая?», несовершенный вид. «Крича», «держа» – это все несовершенный вид. Совершенный вид. «Сделав», «увидев». Видите, другие суффиксы. «Решившись». Ну и «учи», «будучи», «едучи», «играючи». В общем, эти как раз суффиксы, они очень полезные, они очень заметные. Итак, мы с вами вспомнили вопросы причастий, дипричастий, их суффиксы, особенности этих частей речи. Теперь самое главное. Возвращаемся к причастию. От какого же слова зависит причастие? От условного существительного. Мы понимаем, почему я говорю условного. Потому что в роли существительного может выступать местоимение, правильно? Оно может его заменять. А также иногда у нас какие-то части речи переходят в разряд существительных. Ну, например, «дорогой», «уважаемый». Мы же не всегда эти слова употребляем как прилагательные, иногда как существительные. Вот. Поэтому от существительного или какого-то другого слова в роли этого существительного. От них зависит причастие и причастный оборот. Дипричастие очень удобно зависит от глагола. Тут нам всем все понятно. Что ж, теперь рассмотрим несколько примеров уже с оборотами. «Старый штурман, перенесший на своем долгом веку немало штормов, не растерялся в незнакомой ситуации». «Перенесший» – это у нас «какой?» Это причастие. Вот он, суффикс «ше», «пожалуйста». Дальше мы должны понять, от какого слова зависит. От штурмана. «Штурман какой перенесший?» После этого смотрим наоборот. «Перенесший на своем долгом веку немало штормов». «Перенесший» – «когда», «да» и «что». Вот мы задаем сюда вопрос, сюда вопрос и понимаем границы оборота. Наш причастный оборот стоит после главного слова. Главное слово я пометила грестиком. Значит, мы обособили этот причастный оборот. А теперь рассмотрим по-другому. «Не растерявшийся в этой ситуации остап уклонился вправо». «Не растерявшийся». «Растерявшийся» – это у нас причастие. Вот он, суффикс «выша», «пожалуйста». Поймем, от какого слова зависит. «Остап какой?» «Не растерявшийся». Вот главное слово «остап» – «не растерявшийся» – «зависимое». Теперь посмотрим, а есть у нас просто причастие или же оборот. «Не растерявшийся» – «когда» в этой ситуации. Вот, пожалуйста. «Причастный оборот в деле». Мы его увидели. А теперь мы задаем себе вопрос. «Причастный оборот» стоит где? Он стоит до главного слова. Значит, мы его знаками не выделили. Вот, это самое главное, что вам нужно запомнить. Если причастный оборот стоит до главного слова, то мы его не выделяем. Если причастный оборот стоит после главного слова, то мы его выделяем. Есть и исключения из этого правила. Рассмотрим пример. «Брошенный один в лесу, он не нашел себе сил искать путь домой». «Брошенный» – вот оно, пожалуйста, «еннаны» – это причастие. «Он какой?» – «брошенный». Вот оно, главное слово. Смотрим на оборот. «Брошенный» где? «В лесу». «Брошенный» как? «Один». Да? И вот у нас причастный оборот стоит до главного слова. А мы все равно его выделили запятой. А почему? А потому что главное слово у нас выражено личным местоимением. Ну и, соответственно, если у нас личное местоимение будет главным словом, и оно будет стоять до оборота, тут, само собой, запятыми мы все выделим. Иными словами, если у вас главное слово для причастного оборота стоит после него, но при этом является личным местоимением, то мы оборот все равно выделяем с запятой или запятыми. Притом есть еще несколько условий для того, чтобы выделить причастный оборот, который стоит до определяемого слова, но мы их рассматривать не будем, потому что они субъективные. Вот так. А это условие знать обязательно. Теперь рассмотрим другие некоторые обособленные второстепенные члены предложения. А после этого мы с вами, безусловно, рассмотрим еще и примеры с депричастиями. Они у нас будут в самом конце нашего с вами небольшого занятия. Итак, помимо причастных оборотов бывают другие распространенные определения. Что значит распространенные? Это значит с зависимыми словами. Посмотрим на наш пример. Если у пернатого кавалера нет шапочки, присущей его собратьям, шансы получить благосклонность от невесты невелики. Тут мы видим с вами какой оборот? Присущий его собратьям. Вот он выделен запятыми с двух сторон. Как вы считаете, почему он выделен запятыми с двух сторон? Да потому что главное слово стоит до. Но при том мы смотрим на слово присущий, и мы понимаем, что это не причастие, это просто прилагательное. А тем не менее оборот выделен. Итого, друзья, какой мы вывод делаем. Если у нас после главного слова стоит оборот, точно такой же, как причастный, но главное в нем слово не причастие, а прилагательное, то мы его тоже выделяем запятыми. Все очень просто. Все то же самое, что с причастным оборотом, только там главное слово прилагательное. Вот, запомните, пожалуйста, а это такое тоже может попадаться в заданиях. Рассмотрим еще один вариант. Бледный свет, похожий на чуть разбавленную синькой воду, заливал восточную часть горизонта. Подчеркиваем оборот. Бледный свет какой? Похожий на. И далее. Это очень распространенный вид оборота со словом похожий. Запомните конкретно даже это слово. Пожалуйста, перед вами определительный оборот, главное слово в нем прилагательное, не причастие, и мы точно так же выделили его запятыми с двух сторон. Притом, если мы с вами внимательно присмотримся к этому предложению, то, что мы увидим. Чуть разбавленная синькой. Это тоже причастный оборот. Но он стоит до определяемого слова. Определяемое слово у нас вода. Воду какую? Чуть разбавленную синькой. Вот. И внутри одного оборота у нас получился другой оборот, который не обособлен. Это тоже возможно в нашей жизни. Еще один момент под звездочкой. Очень важный. Давайте звездочку даже нарисуем. Прочитаем пример. Любимые лица, мертвые и живые, приходят на память. И еще один пример. Длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой. Это примеры из книжки Гидмара Ильяшевича Розенталя очень полезные сборники для изучения правил важных в русском языке. Синтексис, пунктуация, и лексика, и морфология. Очень много всего интересного. Что ж, что мы здесь видим с вами? У нас не оборот, не распространенное определение, потому что нет зависимых слов. У нас немного другое. Мертвые и живые. Это что? Это однородное определение. Красные и лиловые. Однородное определение. Вот. Раз. Два. И они обособлены. Рассмотрим ситуацию, в которой они обособлены. Главное слово где? Вот. Оно стоит до. Пожалуйста. Лица какие? Мертвые и живые. Облака какие? Красные и лиловые. Главное слово стоит до. После него стоят однородные, не распространенные определения. Пожалуйста, вот они. Но какое еще дополнительное условие присутствует? До этого тоже есть еще одно определение одиночное. Любимые лица, длинные облака. В общем, каков итог? Если у нас однородные, не распространенные определения стоят после главного слова, то мы их обособим, то есть выделим запятыми с двух сторон, в том случае, если до этого шло еще одно определение. Вот так, посмотрите. Достаточно простое правило. Оно встречается, действительно, в заданиях номер 3 ОГЭ. Притом, опять же, если у нас отсутствуют предшествующие определения, посмотрите, вот я специально эту часть правила тоже скопировала, то два последующих одиночных определения обособляются или не обособляются в зависимости от авторской интонационно-смысловой нагрузки. То есть, видите, вот так выглядит истинное правило в русском языке. Как говорится, добавьте запятых по вкусу. Естественно, задания базировать на подобных правилах никто не может, потому что как определить, нужна запятая или нет, какая там у автора была интонация. Вот. Поэтому эту часть правила мы с вами не учитываем. Мы с вами учитываем объективную, верифицируемую часть правила. Первую. Помимо причастных, тип причастных оборотов, различных, распространенных, обособленных определений и так далее, бывают у нас еще с вами предложные обороты. Их довольно много в русском языке. Вообще, скажем прямо, даже очень много. Мы рассмотрим с вами один, самый-самый важный. Есть такой предлог, несмотря на и синонимичный ему предлог, невзирая на вот, их два. И они означают вопреки чему-то. То есть, обозначают уступку. Если у вас есть такой предлог, то оборот с этим предлогом будет выделяться запятыми. Посмотрим. Несмотря на тяжелые погодные условия, путники смогли спуститься с горы. Он, невзирая на опасность, спас боевого товарища. Видите, выделили эти обороты. В принципе, похоже на депричастие, только предлог пишется слитно. Вот он, пожалуйста. А депричастие писалось бы раздельно. Эти предлоги с их оборотами мы выделяем запятыми всегда. Пожалуйста, запомните их. Очень полезные на ЕГЭ и в сочинениях вам пригодятся. Поверьте. Рассмотрим еще один важный момент. Это приложение. Приложение, что это такое? Это определение, выраженное существительным. И нас будет интересовать распространенное согласованное приложение. Что это значит? Значит, приложение с зависимыми словами и при том согласованное, то есть изменяющееся так же, как главное слово. Прочитаем пример. Мистер Кэт прекрасный лысый кот очень любит играть. Многие из вас называют это уточнением. Это не совсем правильно, но по сути мы действительно уточняем. Мистер Кэт кто именно или а именно? Мистер Кэт кто это? Кто именно? Кот. Ну, он еще прекрасный лысый. Вот так. Значит, приложение это как бы уточнение существительного существительного. Ну, или местоимения существительного и так далее. Притом, вот здесь оно распространенное, то есть у него есть зависимые слова. Притом, мистер Кэт и кот это неподлежащее сказуемое, потому что сказуемое у нас есть уже другое. Обратите внимание, задание встречается пореже, но тем не менее, важно о них знать. Еще одно на закуску, прям под звездочкой, предлог кроме обороты с этим предлогом тоже предложенные обороты выделяются запятыми, если этот предлог обозначает исключая, не считая кого-либо, чего-либо. Есть такой очень полезный портал грамота.ру и там много хорошей теории вообще в принципе на тему русского языка и школьного уровня, и не школьного уровня. Вот, пожалуйста, примеры я взяла оттуда, очень хорошие примеры. Давайте посмотрим на них. Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Заменяется она, исключая, да, исключая свою собственную. И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя. Исключая прокуратора. Ну, кто еще, кроме советских людей, станет в штормовую погоду разыгрывать отказанный ферзевой гамбит? Исключая советских людей. Все это мы выделили запятыми. Вот, вас будут интересовать в первую очередь такие примеры. А теперь рассмотрим несколько примеров. Молодой сокол, неожиданно высоко взлетев над равниной, исчез с цветнего неба, очертив пространство над горизонтом. Находим. Есть у нас тут причастие, дейпричастие или что-то еще. Взлетев у нас есть и очертив. Теперь нам нужно найти слово, от которого не зависит. Мы понимаем, что перед нами дейпричастие, что сделав, да, и они должны зависеть от глагола. А где же у нас глагол? А вот он, всего лишь один. Значит, они оба зависят от него. Теперь границы оборота попробуем определить. Взлетев над чем над равниной, взлетев как неожиданно высоко. Читаем целиком оборот. Неожиданно высоко взлетев над равниной. Получается, что оборот у нас в цифрах 1, 3, а цифра 2 нам не нужна. Исчез предвечерного неба, что сделав? Очертив, очертив что? Пространство над головой. И вот у нас еще один оборотик. Итого в цифрах 1, 3 и 4 мы с вами поставили запятые, которые выделяли у нас дейпричастные обороты. Второй пример. Пройдя не один десяток верст и почувствовав сильную усталость, я прилег в тени густой ветлы, сиротливо стоявшей на берегу степного пруда. Ветлы какой? Сиротливо стоявший на берегу степного пруда. Стоявший это у нас причастие. Вот он, суффикс выша. Главное слово ветла стоит до причастного оборота. Прочитаем еще раз. Причастный оборот стоявший как? Сиротливо. Стоявший где? На берегу степного пруда. Вот причастный оборот нам прекрасно понятен. Мы его уделяем в цифре 4. А теперь разберемся с тем, что было до этого. А что у нас было до этого? Пройдя, почувствовав. Это что? Это дейпричастие. Теперь подумаем. Дейпричастие зависит из глагола. Где же наш глагол? Прилег. У нас есть только один глагол. То есть, оба эти оборота зависят от глагола прилег. Прилег, что сделав? Пройдя не один десяток верст и что сделав? Почувствовав сильную усталость. Давайте зададим вопросы. Пройдя что? Условно говоря, да? И почувствовав что? Значит, мы наблюдаем с вами два дейпричастных оборота. Подчеркнем их. Пройдя не один десяток верст, почувствовав сильную усталость. Притом, у них общее главное слово прилег и между ними стоит союз И. А мы с вами знаем, что если союз И соединяет однородные, то запятые между ними не ставятся. А как мы поняли, что эти дейпричастные обороты однородные, а они зависят от одного слова и они рядом стоят и между ними союз И. В общем, стопроцентно однородные. Значит, запятые в единицы и двойки мы не поставим. Но чтобы закрыть эти обороты в троечке, запятые мы с вами поставим с удовольствием. Пам-пам. Перед нами с вами дейпричастные обороты однородные. Такое тоже бывает в заданиях, правда, довольно редко. На мой взгляд. И тем не менее, вы должны о них помнить. Принцип, который работает для любых однородных, работает также и для однородных оборотов. Дейпричастных или причастных. Вот так. Еще один пример. Можно лишь преклоняться перед гением Марины Цветаевой, создавшей совершенно неповторимый поэтический мир и свято верившей в свою музу. Я вижу причастие создавшей. Какой? Да, вот он суффикс ВШ. Какой еще? Верившей. Вот у меня два суффикса. ВШ-ВШ. Теперь, от какого слова не зависит? Конечно же, от Марины Цветаевой. Марина Цветаева какая? Создавшая Марина Цветаева верившая. Прочитаем оборот с зависимыми словами. Создавший что? Совершенно неповторимый поэтический мир. Вот так. Вот он оборот целиком. Создавший мир, какой совершенно неповторимый поэтический. Вот. Веривший как свято во что в свою музу. И мы с вами видим перед собой два причастных оборота. И что же мы наблюдаем? Они, во-первых, относятся к одному и тому же главному слову, а во-вторых, между ними союз и. Что это значит? Это значит, что мы запятыми их точно разделять не будем, как только что мы поступили с деепричастными оборотами. Но что при этом мы будем делать с вами? Мы будем выделять их знаком в единице. Почему? Потому что главное слово, то есть слово, от которого зависят эти обороты, стоит до. Вот оно, пожалуйста. Сначала оно, потом обороты. Значит, в единице запятая есть, а в двойке и тройке нет. В четверке мы запятую тоже с вами не ставим, потому что мы задавали вопросы, внутри оборота и поняли, что верившие во что? В свою музу. Вот так. Что ж, друзья, я надеюсь, вам было все понятно. На сайте вы сможете увидеть также этот ролик на сайте Школкова. Кроме того, там выйдет домашнее задание по этой теме. Оно будет посвящено преимущественно причастным деепричастным оборотам. Сначала мы отработаем их и уже в скором времени перейдем к другим синтаксическим правилам, важным для задания номер 3, а также для нашего с вами сочинения. Безусловно, полезная необходимая теория для этого задания также будет в вашем домашнем задании на сайте. Итого, причастие, деепричастие, правила выделения оборотов с причастиями и деепричастиями, а также все обороты под звездочкой дополнительной, которую вам нужно бы знать. Не забываем, что деепричастный оборот мы с вами выделяем всегда. Это очень удобно, как и одиночное деепричастие. Конечно же, вообще, в принципе, в жизни существует много правил, по которым мы деепричастный оборот выделять одинаково не будем, и уж тем более одиночное деепричастие. Но в школьной программе у нас с вами и в заданиях номер 3 рассматриваются именно такие обороты деепричастные, такие одиночные деепричастия, которые мы запятыми выделять будем всегда. Вот так, друзья. Что ж, всем большое спасибо за внимание и удачи в выполнении домашнего задания.